Вчера вечером во дворе основательно погоревшего в ночь воскресенья на понедельник двухэтажного 12-квартирного барака на педагогической 10-я местные жители, в прямом смысле слова оставшиеся без крыши над головой, поставили три палатки. Одну шестиместную и две двухместных. Формально 8 мест, на которых сейчас располагается 57 человек. Пенсионеры, дети, несколько кошек и две собаки. Ротвейлер Бой и помесь гончи из Паниели Сильва. У меня двое детей лично, дети, но если бы они, не соседи были, еще где-то знакомые, они у них идут и питаются. А так они беспризорные, бегают вот здесь по площадке и все. Я считаю, раз ребенок в день поест, не постираться, не умыться ведь. Мы ничего не можем, ладно, мы взрослые, мы можем еще потерпеть, я понимаю, но дети, это есть дети. Сейчас еще вот на улице, вот дождь пойдет, куда бы пойдет. Сидим ночью, как говорится, смеемся, что делать-то, хотя горе, истерический смех у нас, горе, как говорится, а что, не плакать же уже. В распоряжении местных жителей на сегодня, не считая разоренного жилья, три палатки, одна раскладушка, несколько одеял и подушек, куски поролона и войлока, остатки софы, обложенное кирпичами место для костра, детский стульчик и некоторые другие остатки мебели. Спят по очереди, также по очереди кушают. Администрация Уралубови по-прежнему на проблемы на педагогической не реагирует. Господин Уралубовский директор Яковлев, на приеме у которого были сегодня погорельцы, по их словам заявил, цитирую, у меня телевизор не показывает, я вас не вижу. Конец цитаты. Мэр Екатеринбурга Чернецкий отреагировал не лучше. Еле-еле к нему попали, нас не пускали. У них как совещание там было и как мы его поймали, можно сказать. Ну что нам Аркадий Михайлович сказал, что жилища мы не получим. Его единственный ответ был, потому что нету жилья. И говорит, единственный вариант, разбирайтесь с Уралубовью своей. Уралубов нас туда отправляет, то есть они нас пихивают туда-сюда, предлагают общежитие, но там антисанитарные условия, там жить невозможно, там крысы, там нельзя жить. Что делать дальше, погорельцы не знают. Ну не знаем, вот не будут, как говорится, давать. Голодовку объявим, все, наверное, меня поддержат. Голодовку объявим, не будут дать, пойдем на площадь, палатки там поставим, тоже будем сидеть, потому что в общежитии жить, это не дело. Я говорю, и что дальше будет, неизвестно. Я говорю, действительно, мы объявим голодовку, больше у нас выхода нет, никому мы не нужны.